маткульт привет всем это такая лаборатория в доме моих родителей где я вырос это комната брата потом я в ней жил в общем мы здесь устроили такую полевую лабораторию для разбора наконец тургора с Мишей Самотеевым сложный тур сейчас будут в первом ролике будут три задачи первая вторая и пятая по идее должно быть в названии но на всякий случай да а четвертая и шестая они будут в следующем ролике а седьмой вообще не будет потому что никто вообще не умеет ее решать ни в одной моей окрестности понятно первую вторую четвертую пятую шестую это не я решил все их это нам просто составитель тургора наш классный руководитель разобрал но ты решил вторую четвертую ну и потом думал очень долго над шестой даже первую не стала пробивать вот остальные нам а я думаю что геометрия не буду разбирать да вот естественно у нас были небольшие траблы с камерой во первых она записывала в неправильной ориентации но к счастью мы не очень много успели потому что я нашел лажу в своем решении первой задачи которую я сделал уже после тургора вот а потом увидишь что неправильно снимает поэтому тут уже есть условия на доске вот итак какое условие даны н чисел натуральных чисел соответственно и есть две доски на первую доску пишут их средние арифметические а на вторую доску и средняя их средние геометрические попарно соответственно вот и известно что для каждой пары иксайты иксджейты у нас или вот это число то есть среднее арифметическое целое ну можно сказать натуральное или средняя геометрическая целое ну или они оба целые то есть есть хотя бы одно целое из вот этих двух чисел вот и тогда нужно доказать что либо на этой либо на вот этой доске все числа целые отлично вот соответственно как это делать замечание первое допустим все числа x1 и так далее xn одной четности да такая лема один так одной четности почему так плохо пишет можно там вот еще несколько пишет хорошо я разучился писать вот тогда заметим что задача решена тогда да вот здесь каждый из вот этих чисел оно просто целое потому что у нас в сумме получается число ну и делится на два вот значит если мы хотим прийти к противоречию то у нас есть два числа разной четности дальше если у нас есть всего два числа то очевидно ну по условию у нас на одной из досок есть все числа целые потому что на каждой доске ровно одно число написано говорит капитан очевидность хорошо дальше иначе иначе заметим что если числа x а это опять их же это разной четности да тогда среднее арифметическое будет не целым ну можно ну в точности половинчество целым так сказать потому что тут сумма будет нечетной и мы делим на два вот но тогда по условию задачи их среднее их среднее геометрическое должно быть целое тогда икса и джей принадлежит вот нам осталось доказать что если они одной четности то их тоже среднее геометрическое принадлежит z и тогда у нас на вот этой доске все числа будут целые ну соответственно как мы это сделаем давайте для начала докажем такую лему вот у нас есть два три числа целых а b и c до целые числа и мы знаем что вот здесь корень из а c принадлежит z и вот здесь корень из а b да до тр 느�ожи z корень из бц сил во время треугольник вот представляем нам уже доказывать миллион способов но мой способ так такя естественно возьмем а как п на x квадрат x квадрат это максимальное включение то есть тент не одного названий степени больше чем 2. Больше чем 1. Это называется свободное от квадратов натуральное число. Да, вот. Естественно, запишем так А, Б и С. Пока я тут ничего не буду писать. Теперь посмотрим на вот это число корень за Б. Заметим, что чтобы у нас оно было целым, нам нужно, чтобы тут тоже стояло Т. Да, вот это самое главное утверждение. Может быть, оно не вполне понятно. Соответственно, почему? У нас в квадрате каждое простое число должно быть в четной степени. Вот. Если вот тут есть какие-то простые числа вне вот этого квадрата, то есть в первой степени, которых нет тут, тогда, соответственно, они будут в первой степени в общем и не будет квадрата. Да. И если тут есть аналогично, то не будет. Вот. Но тогда вот это просто одинаковое число. Да, любое расхождение в составе этих двух чисел, произведения на простые, в которых содержат только простые в первых степенях, любое простое, которое есть здесь и нет здесь или наоборот, при перемножении никуда не денется, из него корень не извлечется. Да, и будет корень из простого числа, который не целый. Абсолютно. Все, значит 10 то же самое. Значит, и абсолютно под тем же рассуждением, раз вот это целое, то тут тоже t на z квадрат. Ну а тогда, все, у нас t и t, естественно, корень из bc это просто t, y, z. Отличная лема, которая практически решает задачу. Хорошо. Дальше, я надеюсь, что все еще видно. Что тогда мы можем сказать? Давайте возьмем наши два числа какие-то... Одной четности. Возьмем два числа разной четности. Разной. Вот. И тогда, у нас вот тут a, вот тут b и c. Вот. Тогда, если a другой четности, чем b и c... То есть b и c были одной четности? Вот. Значит, b и c одной четности. Так. Тогда, если a другой четности от b и c, то у нас вот это, ну, как раз получается треугольник и корень из bc тоже получается целый. Вот. Но, заметим, что так мы можем делать сначала для всех чисел одну четность, то есть мы зафиксируем какую-то пару. И сначала будем перебирать числа той же четности, что и c, и доказывать, что вот этот корень принадлежит целым. А потом перебирать числа той же четности, что и a, и снова доказывать. Ну, соответственно, потом мы можем поменять a, c, и, короче, так мы в итоге получим все пары чисел. Да, да. Итого в итоге получаем, что для любых i и j у нас корень из x, i и j принадлежит целым. Отлично. Я сейчас суммирую... И доказательства. Да. Я сейчас суммирую. Вот смотрите, как получается. Вот пусть это четные, а это нечетные. Тут, наверное, уже не видно. А, может, да. Пусть это четные, а это нечетные. И вот у меня здесь некоторое количество чисел, и здесь некоторое количество чисел. Но если одно из этих, может, пустое... Да, тогда мы доказали. То, на самом деле, вот эти все будут целые. Если это пустое, то же эти все целые. Да. А если хотя бы одно из них не пустое, то у нас все вот такие пары... Оба не пустые. Если оба не пустые, да, то все такие пары, они содержат... Ну, так как в них вот это не целое автоматом, то вот это будет целым. А все вот такие пары мы проводим аккуратненько через верхнюю, как треугольник. И все. Вот эту пару берем и проводим через треугольник. Такую пару берем и проводим через треугольник. Поэтому все пары полностью будут действительно целые. Отличная задачка. Спасибо, Мишенька, огромное! Супер! Ну, я ее не решил. В частности, я ее не решил, потому что я прочитал, что числа произвольные. Произвольные. Так, ну ничего. Ну, скорее из-за того, что я просто шестую делал. Да, теперь то, что... Интересное упражнение читателя — понять, что происходит с действительными числами. На самом деле, для меня оно было не очень тривиальное, но потом я все-таки разобрался. Да-а-а-а. Вот. То есть, то же самое утверждение, что какая-то, какое-то из средних арифметических либо геометрических целое, но при этом теперь уже для просто действительных чисел. Верно или неверно. Окей. Дальше задача номер два. Ее я уже решил. То есть, как раз ее я решил. Вот. Соответственно, такое условие. Парон Мюнхгаузен придумал такую теорему. x в степени n, минус a на x в степени n, минус 1, плюс b на x в степени n, минус 2. И плюс еще что-то, вот здесь может быть что угодно, но тут понятно, что степень n меньше, чем n минус 2. Вот. Он имеет n различных натуральных корней. Натуральных. Вот. Тогда его теорема состоит в том, что на плоскости существуют такие а прямых, вот как-то они тут есть, значит их тут ровно а, что у них b точек пересечения. Вот такое, вот такое, вот такое, вот такое, ну и так далее. Вот, то есть точек пересечения b. И надо доказать или опровергнуть эту теорему. То есть понять, верно ли это вообще. Окей. Ну, я думаю, вы подумали, кто хотел. Да, можете поставить на паузу и подумать. Вот я, например, решил ее в уме. Да. Да, это жестко. Вот. Решение, соответственно, заметим. Ну, используем теорему безу. Соответственно, какая теорема безу? Это то, что если x1 корень многочлена p от x, то он делится на x минус x1. Вот. Соответственно, у нас есть тема различных натуральных корней, значит, мы можем написать вот так, где x1 и xn это его натуральные корни. Вот. И это в точности равен нашему многочлену. Ну, вот это p от x. Да. Вот. И, естественно, теперь, ну, можно сказать, потерями вето, можно сказать, раскрыв скобки. Да. Естественно, получаем, что a, a это что? a это x1, плюс так далее, плюс xn. Это мы просто взяли, ну, нам нужно из ровно одной скобки взять не x, а из остальных x, чтобы получить степень n-2. Ну, да, я думаю, что народ понимает. Ну, естественно, b так же можно писать симметрические многочлены, да. Как попарное произведение. Второй симметрический многочлен и так далее. Это известный результат. Попарное произведение, как в прошлой задаче, кстати. Вот сумма попарных произведений. Это, соответственно, два взять. Вот. И, соответственно, так выглядит наша теорема, что найдется вот стойка прямых, что у нас ровно вот стойка точек пересечения. И тут начинается вырисовываться решение. Естественно, какое решение? Ну, какое у меня было решение? Может красным рисовать прямые, в принципе. Да. Давайте возьмем какой-нибудь н-угольник. Вот. И теперь возьмем и вдоль его первой стороны нарисуем x1 параллельных прямых, вдоль второй стороны x2 параллельных прямых, вдоль третьей стороны x3 параллельных прямых, вдоль четвертой стороны очень-очень много условно x4 параллельных прямых и так далее. И так до xn. Да. А теперь посмотрим на каждую группу параллельных прямых. Ну, во-первых, параллельные прямые не пересекаются. Соответственно, посмотрим на какую-то группу пересечения. Ну, например, x1 и x4. Вот она. И заметим, что в ней ровно в точности x1 на x4 точек пересечения. Ну, это понятно, да. Вот. Но тогда у нас количество точек пересечения это в точности сумма по всем вот таким парам. Та-дам! Это и есть вот это число. Нужно просто, чтобы в самом многоугольнике не было параллельных сторон. Аккуратно последить. Ну, во-первых, нужно, чтобы не была ни одна из этих сторон не была параллельна какой-то другой, иначе не будут пересекаться. И еще второе, у нас не должны совпадать точки пересечения. Ну, вот это как бы... Ну, очевидно, что если они очень близко друг к другу, эти прямые параллельные, то ничего не случилось. Ну, понятно, что такой прямоугольник есть. Ну, короче, я сказал, что если мы чуть-чуть подвигаем вот эту вершину, то у нас будут изменяться точки пересечения вот этих прямых. И, короче, мы чуть-чуть подвигаем, и все пересечения разойдутся. Вот. Ну, короче, там что-то из непрерывности идет. Сергей Александрович сказал, что это строго можно вроде не доказывать. Ну, да. Нет, ну, просто этот поток с этим пересекается ровно, в X1, X4 точках. Да. То есть вот это может перемешаться только с этим. Но это с этим перемешается, если эти прямые слишком далеко друг от друга отошли. Да. Ну, мы можем взять... Чуть-чуть, на одну миллиарду отошел, и все. Как папа сказал, мы можем взять жирную прямую, которая стоит просто вот тут, их одна прямая совпадающая. Ну, а я просто их чуть-чуть прям раздвинул. Это папа чуть-чуть учил алгебрическую геометрию когда-то. Чуть-чуть их раздвинешь, и все равно получится одна прямая, но из-за многих. Да-да-да-да-да. Ну, и, соответственно, получаем, что барон Мюнхгаузен, как ни странно, был прав. Говорит правду. Говорит правду. Ура! Следующая задача 4, да? Нет, а вот сейчас будет задача 5. 5, да. Потому что 4 очень нудная. Да, нудная, да, я понял. Ага. Ну, не то, чтобы прям нудная, но... Так. Записывать ее неприятно. О, кстати, а может быть даже удобнее вот так, да? Может быть. Чтобы даже не снимать предыдущий фон. Ну, по крайней мере, его не обязательно снимать. Так быстрее, да. Не просвечивает, да. Видите, какая лаборатория у нас здесь. Лаборатория математики. Значит, задача 5. Существует ли такой прямоугольник, что его можно разрезать на 100 подобных ему прямоугольников, ну, то есть, там, типа, как-то вот так разрезали. Господи. Что? Да. Вот здесь их 100. Что среди них нет равных прямоугольников. То есть, если бы нет, если бы этого условия не было, как я изначально сказал Пабе, не очень аккуратно, мы просто берем, разрезаем вот тут 10 штук. Капитан Очевидность тут же решил. И вот тут 10 штук. И у нас, получается, вот каждый из вот этих подобен общему, естественно, это решение. Но, к сожалению, нет. Все-таки пятая задача торгора. Вот. Естественно, да. Как это можно было решать? Ну, я это не решал, потому что я решал шестую, потому что она очень красивая. Мне показалось. Вот. Но, что можно было сделать? Можно было заметить, что если у нас вот есть какое-то разбиение на какое-то число прямоугольников, ну, они должны быть неравны, ну, какие-то вот так-то. Это не прямоугольник. Неважно. Вот. Есть какое-то разбиение, мы можем взять, они все подобные общему, вот этому большому. И поэтому мы можем взять вот этот прямоугольник и разбивать его уже. И у нас будет снова увеличиваться. А остальные вообще не трогать. Соответственно, что нам теперь нужно? Нам достаточно разбить наш изначальный прямоугольник на, ну, например, четыре прямоугольника. И если среди них не будет равных, тогда что мы сделаем? И все будут подобные друг другу. Да, и все они подобные большому, соответственно. Тогда что мы делаем? Мы берем неименьший из них, и его уже делим еще на четыре. Реплицируем, процедуруем. Да, и потом просто рекурсия, так сказать. Рекурсия и... Вот, и у нас получается из одного четыре, потом семь, у нас каждый раз прибавляется три. Ну и понятно. Вот, ну и в конце концов мы придем в сто. Сто, при делении на три, да, это остаток один, так что все зашелись. Ну, если было, например, девять, мы могли на три попробовать разделить. То же самое. Ну да. Вот. Собственно, и нам осталось придумать вот такое разбиение. Ну, оно строится уже конструктивно. То есть, что я делаю? Давайте, ну, во-первых, скажем, что одна из сторон Х. Это не на что ни... А, одна из сторон один. Это не на что ни повлияет. Вот у нас какой-то прямокончик. Тут один, а тут Х. Вот. Теперь давайте прорисуем с ним, соответственно, подобный. Тогда вот тут Х, вот тут будет Х квадрат. Вот. Теперь прорисуем еще один подобный снизу. Вот. Вот тут сторона Х квадрата один. Поэтому вот здесь будет сторона... Ну, можно сделать любую. Можно сделать, например, Х плюс одна Х. Если вот эта сторона больше. Ну, а можно сделать Х квадрата плюс Х. Ну, понятно, как я это делаю, да? Просто умножаю на Х вот это. Потому что один на Х. У тебя Х как бы больше единицы ты рассматриваешь, да? Условно. Это не обязательно. Это не обязательно. Потому что он может быть и меньше, в принципе. Может и меньше, да, быть? Ну, на самом деле, никакой разницы, да. Вот один будет все-таки больше. Да. Вот. Ну, и, соответственно, прорисуем еще прямоугольник. Вот так продолжим. У нас уже получилось 4. И в нем сделаем наоборот. То есть вот тут у него сторона, соответственно, Х кубе плюс 2Х. А здесь мы уменьшим и сделаем Х квадрат плюс 2. А, а это ты все нащупал? А, это ты не решал ее. Ну, скажем так. Сначала нам разобрали вот такой принцип. А потом я просто заново... Ну, просто... 1 к Х всегда будет 1 к Х. Тут Х к Х квадрат. Тут 1 плюс Х квадрат к Х кубе плюс Х. И это тоже 1 к Х. И, наконец, здесь Х квадрат плюс 2 к Х кубе плюс 2Х. И это тоже 1 к Х. И Х кубе плюс 2Х это действительно сумма тех двух. Да, согласен. Вот. И, естественно, как я это сделал. Сначала мне рассказали идею, что разбить. А потом... Ну, нам разбили, но я потом... Я забыл, я заново разбил просто. Вот. И осталось сравнение. Оно еще видно должно быть. Естественно, мы должны сравнить между собой Х кубе плюс 2Х. Или... Ну, и... Сколько тут? 2Х квадрат плюс 3. Вот. Нам нужно, чтобы вот это итоговое отношение оказалось как раз 1 к Х. Сейчас. И Х кубе плюс 2Х там, а там 2Х квадрат плюс 3. Да, верно. А теперь... Ты можешь как раз там написать уже на самом квадрате, чтобы вдруг, если здесь не видно, будет чуть-чуть ниже уже. Ну, вот здесь вроде еще видно. Здесь еще видно, да? Вот. Но теперь мы скажем, что они должны отличаться в Х раз. И мы скажем, что вот это в Х раз больше, чем это. Тогда мы получим, что Х четвертый плюс 2Х квадрат это равно 2Х квадрат и плюс 3. Ух ты. Вот. Ну, и отсюда Х это корень четвертой степени. Оооо. Ёкарный бабай. То есть надо было догадаться, что не то на Х домножать и получать уравнение кубическое и решать его по кардану. Нет, более того, там на самом деле нифига не получается. Да? Я попробовал, я перед тем, как, соответственно, домножил на это Х, я попробовал с Х плюс 1Х, попробовал с вот этим, и у меня все время получалось, типа, либо Х не существует, либо Х равно 1, там квадратик, и тогда вот эти равны. Тогда, конечно, да. Ну, вот. И, естественно, не получалось. Офигеть. Ну, потом я подумал, что можно вот это помножить. Офигеть. Вот. Ну, ничего идеи, конечно, от Сергея Александровича. Ну, вот. И теперь, если мы возьмем вот такой прямоугольник 1 на корень четвертой степени из 3, можно проверить, что они все между собой не равны. В принципе, это понятно. Ну, они увеличены из 7. Ну, кроме вот этого, но там корень из 3 плюс 2. Ну, ни с кем не было такой страны, конечно. Вот. А теперь мы берем минимальный из них и запускаем рекурсивно. То есть, так же его делим, как вот этот большой, на вот эти 4. Ну, и так мы делаем, пока у нас получится стол. Шикарная задача. Я даже не знаю, интересно, кто автор. Это просто шикарная задача. Я даже не знаю. Очень красиво. И на этом первая часть разбора у нас завершена. Да. Мишенька, спасибо. Спасибо. А в следующем ролике будет вообще жесть. Ну, да. Четвертая, шестая. Шестая. Жесть. Всем привет, друзья. Вторая часть сложного тургора. Четвертая, шестая. Миша Салатеев разберет четвертую и шестую. Как я уже говорил, ну, Геому мы разбирать не будем. Я в Геоме не очень силен. Миша ее не очень любит. Нет. Ладно. Геому, в принципе, я к ней нормально отношусь. Ты нормально, да? Я нормально отношусь к Геоме, но ее невозможно придумать на Олимпиаде. То есть я, когда мне разбирают решение, я все понимаю, в принципе. Ну, или спрашиваю, мне разъясняют. У нас хороший учитель. Ага. Вот. А, соответственно, если на Олимпиаде, то там придумать надо как бы. Ну, да. Ну, в общем, Геому мы не будем разбирать. Я на сале геометров в интернете пруд пруди, хоть тот же Трушин и Ковань. Да. Поэтому как бы... А вот четвертую, шестую мы разберем. А вот что касается седьмой, вы меня простите, я еще раз повторяю, что никто в нашей окрестности не умеет ее решить. И более того, составитель тургора нам ее не разбирать. Что намекает на то, что они ее выдумали, но не решили. Ну, нет. Не, он сказал, ну, не знаю. Ну, ладно. Соответственно, четвертая задача, ее я решил. Шестую не решил, но очень долго над ней думал. Вот. Соответственно, четвертая задача. Так. Даны два круга гномиков. Гномиков. По n штук каждому. То есть вот тут n гномов. Вот они как-то сидят по кругу. Но это не круг. Да. Так. И, соответственно, второй круг. Тоже. И что нам известно? Нам известно, что в каждом круге, ну, соответственно, соседние гномы дружат. Вот. Дальше. Есть добрый волшебник, который хочет всех их усадить в один большой круг размера 2n. Не буду рисовать 14 точек. Угу. Вот. И, соответственно, вот тут 2n. Но нужно, чтобы каждые два соседних гномика дружили. Понятно? Вот. Что он для этого сделать? Может сделать. Он может взять 2n пар гномиков, любых, может, из одного круга, может, из разных кругов, и подружить их между собой. Вот. И... Ну, не всё так просто. Есть ещё злой волшебник, который потом поссорит n из этих 2n новых пар. То есть вот мы как-то дружим между собой. Дед Мороз их сдруживает, а гоблин раздруживает, да? Ну, возможно. Это было бы в редакции от папы. Вот. Соответственно, как-то мы вот тут 2n, ребер, можно сказать, привели дружб, а потом n из них он может стереть. Именно из новых. Не тот гоблин, который в интернете, а гоблин, который вот там, где орки, там всякие. Не знаю. Ну, ладно, да. Вот. Ну, соответственно, при каких n добрый волшебник сможет сделать так, что они все сядут в один круг? Соответственно, окей, давайте для начала возьмём случай нечётный вариант. Вообще, заметим, что если у нас есть 2 соседних, вот таких вот, 2 соседних связи, 2 соседних дружбы, то мы уже можем их усадить. То есть мы берём вот так обходим, потом по ней проходим вот так обходим и вот так. Да. Вот, и всё получилось. Тогда, естественно, отсюда строится пример. Давайте просто соединим всех вот этих соседних между собой, а потом ещё соединим, ну, ну, вот. Ну, например, через 2. Вот. Что тогда получится? Ну, то есть со сдвигом на 2 просто. Таааак. Ну, короче, в ошибке могут быть в рисунке, но неважно. Идея понятна. Что теперь? Теперь заметим. Возьмём какую-нибудь из этих пар. Давайте возьмём сначала одну из этих. А как было усадимых? Распиений. То есть у нас вот так есть. Так. Теперь заметим, что для каждой пары вот этих соседних можно использовать, кстати, разные эти самые цвета. Если что. Кстати, да, да. Вот. Для каждой пары из этих двух соседних ребер у нас одну из них злой волшебник точно должен зачеркнуть. Потому что иначе мы просто усадим вот так, ну, и потом вот так. А, будем через один, что ли, чередовать, да? Ну, то есть... Нет. То есть мы вот так обойдём. Потом... Если у нас, например, вот эти две остались соседние, то мы вот так пройдём. Потом обойдём цикл вот так. Потом пройдём обратно. И обойдём цикл вот так. И всё, мы сели. Да. То есть мы замкнулись. Мы вообще их усаживаем после того, как злой гном... Да, после. А. Понятно. То есть мы ждём, разрушит ли он хоть одну из этих. Если он разрушил... Ой, оставит ли он хоть одну из этих неразрушенными. Ну да. Вот. Для каждой вот такой пары одна из них должна быть разрушена. Но у нас тут всего нечётное число пар. И, следовательно, он должен разрушить n плюс 1 пополам пар хотя бы. Вот. Понятное утверждение, да? Сейчас. Их же n всего. n. Ну, смотри. У нас n пар. n пар, да. Вот. И он должен не оставить никаких двух соседних. Это значит, что он должен n пополам, округлённое вверх разрушить. То есть это, короче, n пополам, округлённое вверх. Сейчас. Никаких двух соседних. Да. А, да. Мне же нужно пройти туда и обратно. Вот. Ну, то есть можно записать их по номерам. Один, два, три, три. Да, 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 да. Ну и один. Он должен если бы наставить двух соседних. И тогда он должен из каждых двух соседних хотя бы одного. Да. И тогда тут n пополам, округлённое вверх. То есть если n нечётное, n плюс 1 пополам. Да, а n какой у нас? Сейчас у нас n нечётное. Мы рассматриваем этот случай. Да. Вот. Ну а теперь заметим, что у нас то же самое происходит вот в этом цикле, во втором. Стыс, он тут не очень чётко нарисован. Короче, по сути это то же самое, только мы вот этот круг перевернули на два. Да, мы повернули чуть-чуть и пустили то же самое. И то же самое сделали. Соответственно, в том, из тех связей он тоже должен разрушить n пополам, n плюс 1 пополам. Но тогда всего... Кишка тонка! Он должен разрушить n плюс 1 связь. Да. Пссс, не получилось. Точнее, всё получилось. Да, у нас всё получилось. Хорошо, значит для нечётного n, если n не делится на 2, то... Добрый волшебник победит. Добрый победит. Русская математика победит, как сказал Гербицкий. Так. Не знаю его. Противорет, но это очень известный персонаж в интернете. Ну ладно, потом узнаем. Ну ладно. Так. Окей. Теперь чётные. Чётные. Будем доказывать, что тогда злой волшебник, к сожалению, сможет их поссорить. Оооо. Вот. Ну и это будет не очень красиво. Вообще некрасиво. Естественно, что мы сделаем? Ну допустим, у нас вот есть тут чётное число. Ну да, 6. Вот тут. Ну и ещё вот тут как-то. Угу. Теперь. Давайте выберем... Давайте пронумеруем вершину. Мы можем пронумерать вершину условно 1, 2 и так далее. n. Вот. И тут тоже. Да. И теперь посмотрим на вершины одной чётности в одном из кругов. Давайте сделаем так. У нас добавлено 2n новых ребер. Вот. Значит, у нас есть 2n каких-то новых ребер. Что это значит? Давайте рассматривать концы ребер. Это значит, что у нас есть 4n концов новых ребер. Вот. Это значит, что из одного из кругов исходит меньше и равно, чем 2n концов новых ребер. Да. Вот. Примерно понятно, да? Да, примерно понятно. Ну из одного из двух происходит. Вот тут меньше и равно, чем 2n. Если он соединил только разных, то тогда ровно по 2n. Если он где-то соединил одинаковых, то, соответственно, в другом... Ну да, в том, где... Ну, в другом будет меньше. Ну, короче, да. У нас всего 4n концов. У нас каждый конец либо в этом кругу, либо вот в этом. Тогда в одном из них меньше и равно, чем 2n. Дерехлешка. Вот. Возьмем вот этот круг. Теперь возьмем все четные вершины. И замечаем, что либо в четных вершинах, либо в нечетных вершинах меньше и равно, чем n концов. Угу. Вот. Ну, то же самое по деревле. Угу. Потому что у нас каждый конец либо в четные, либо в нечетные. Ну да. Вот. Ну тогда выберем вот эти вершины множества. Ну, соответственно, если что, мы можем поменять круги местами, там перевопорядочить так, чтобы они стали... Ну, вот эти... Конечно, конечно. Вот. И теперь уничтожим все вот эти ребра. Грохнем все, которые в четных. Да. Ну да, в нашем случае в четных. Теперь из вот этих вершин будет исходить ноль новых ребер. Да. То есть у них будут вот эти ребра и все. Ну, между тем, ну, если нам не хватит, то мы можем еще какие-то порвать. Вот. И теперь нам нужно доказать, что если у нас вот такая конструкция, то мы уже не сможем выбрать Гамильтонов цикл, можно сказать. А, хоть на одном кольце есть такая конструкция, уже хрена что вы, да? Да. Вот. Соответственно, как мы это сделаем? Ну, тут очень долгий разбор случаев. Ну, по крайней мере, в решении точно у меня 4 листа А4. Это задача. Охренеть. Вот. Соответственно, что мы делаем? Ну, первый вариант, что он начинается где-то тут. Когда дальше он может пойти либо сюда, либо сюда. И, допустим, если он пойдет сюда, то заметим, что когда мы придем вот в эту вершину, мы должны будем пойти вот сюда. У нас не будет другого хода. И, соответственно, мы закончим. Ну, что мы должны сделать? Мы должны найти вот на этом новом графе, который остался, Гамильтонов цикл. Гамильтонов цикл – это тот, который проходит по каждой вершине ровно один раз. Вот. Соответственно, мы смотрим начало этого цикла. Да, но дружат же только соседи. До этого дружили только соседи. Теперь только новые. Теперь, первый случай, что оно идет в какую-то из соседей, тогда, ну, отсюда оно идет, соответственно, вот сюда. И, допустим, он в какой-то момент выйдет. То есть, выйти он может только из нечетной вершины. Да. Вот. Пусть он вышел, естественно, перешел в другой круг. Если он никогда не перейдет в другой круг, то у нас уже претворечия, потому что мы не всех всадили. Вот. Но когда он перешел вот в этот другой круг, рассмотрим на следующую вершину. И из этой вершины теперь, если мы в нее попадем, мы в нее попадем из вот этой вершины. Из второй... из второго ее соседа. Да, но потом следующий ход у нас точно будет сюда. Вот. Естественно, мы вот в эту вершину снова придем. Но тогда у нас вот в эту вершину ведет уже как бы... Если это не начало, то там три ребра. Но если это начало, то, соответственно, если это начало, то либо первое идет вот сюда, И тогда у нас надо из каждой из этих вершин в неё прийти. И снова противоречие. Либо, соответственно, ведёт куда-то сюда, но тогда у нас уже будет вот такая ситуация. Ну да, ну да. Это если начинается вот в такой вершине. Дальше у меня было в решении, что если начинается вот эта вершина... Ну, не начинается нигде, на самом деле, просто проходит как бы через все. Да. То есть если... На самом деле не надо даже рассматривать, просто эта вершина. А, да, я дурак. Она включена, да, в любая? То есть берёшь вот эту убитую вершину, откуда никакой дружбы нет. Да, это цикл, поэтому мы можем выбрать любую начальную, мы выбираем начальную вот эту. И мы доказали, что для неё не работает. Да, да. Ну такая задача записывать неприятно. Ну да, 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 да. Получается, что ты убил эти, если любая из этих может только со своим соседом быть в паре, но получается у этого соседа уже всё. Да, при этом для каждой из вот этих вершин она должна быть пройдена сначала вот так, а потом сюда. Да, но тогда и для этой тоже, потому что нет другого варианта. Ну, как бы, это тоже... У этой должен быть сосед вот этот слева, у этой должен быть сосед этот справа. Ну, значит, из него уже нельзя выйти, да? Значит, он просто подалат вот сюда, и в конце концов запрет. То есть это просто только один круг, да, всё, нельзя ничего к нему подселить. Вот. Ну, такое доказательное. Не очень красивое, но робочек христианское. Ну да, отлично, отлично, всё супер. Это четвёртая задача. И наконец! Можете додумать. Наконец! Шестая. Очень красивая шестая. Сверхзадача, да, сверхзадача. Которую придумать невозможно. Просто никак, да. Я половина жюри не придумала. Ну и я не придумал. Ну, типа, там сразу просится одна идея. Там сразу просится идея, которую я так и не довёл до строгого конца. Ну ладно, неважно, пусть, короче, надо пока что подсказать задачу, а они могут порешать. Вы можете порешать. Вот. Естественно, задача номер шесть. Да. Значит, есть два человека. Изначально она пустая. Один из них всегда... Один из них всегда... Мы можем ходить или квотными дробами. То есть дробами вида 1 делить на 1. Трамп играет с Байденом. Не надо. Этого не надо. Ладно, да. Здесь доска изначально она пустая. Соответственно, первый ходит Петя. Петя всегда ходит одной дробью. А Вася каждый ход ходит на одной дробью больше. То есть в первый ход он ходит одной дробью. Повторяться можно. Да. Повторяться можно. Во второй ход двумя дробами и так далее. И в катый ход он ходит К дробями. Какая задача? Ну, то есть давай пример какой-нибудь, чтобы все поняли, что происходит. Пример. Вот я, например, пошел одна вторая. Мишенька говорит 1. Да? Можно 1. 1 делить на 1. Я говорю 1. Вторая снова. Мишенька говорит 1 треть, 1 четверть. Я говорю 1 седьмая. Мишенька говорит 1 восьмая, 1 восьмая и 1 первая. Да. Я говорю 1 треть. Ну и так далее. Каждый раз Миша на следующем ходу. На самом деле 1 первая. Да. Вот. И соответственно, какая задача? Задача Пети, то есть того, кто ходит одной дробью. Не допустить некоторой ситуации. Сделать так, чтобы ни в какой момент времени на доске не было написано целое число. В сумме. Ну, кроме самого начального, очевидно. Нет, ну почему? Он тоже может не допустить. Почему? На первом ходу он не говорит 1 и тогда не будет. Ну, я имею ввиду до первого хода. А, ну да. Сумма пустого множества равна нуля. Ну да. Естественно, надо, чтобы ни в какой момент времени после первого хода на доске в сумме всех чисел не было целое число. Всех до единого. То есть пропускать нельзя. Вот. Вася, наоборот, хочет, соответственно, сделать так, чтобы сумма стала целым числом. Да. И вопрос. Может ли Петя придумать такую стратегику, которая позволяет ему выиграть? То есть всегда оставлять не целое число на доске. Это полное, просто полное шиза. Это шиза. Я пытался объяснить. Попробуйте порешать. Попробуйте пока порешать. Ставьте на стоп. Я решал. Это полное шиза. Я реально пытался объяснить людям немножко более далеким от математики, чем я. Они говорили, вы чем вообще занимаетесь? Я говорю, это еще не последняя. Последнюю задачу не умеет решать никто. Да. Да. Ну вот. Теперь можете отжать кнопку. У меня было три стратегии за Петю. Первое. Называть один делить на два в огромной степени. Второе. Называть один делить на очень большое простое число, как-то связанное с предыдущей выдачей и с количеством чисел сейчас на ходу у Васи. И третье. Называть факториал какого-то числа в знаменателе. Вот. Ни одна из стратегий пока не доведена до ума. Ближе всего степень, значит, степень двойки. Там с дваадической нормой некие заходы есть. Ну, короче, можете не вникать. Ну, пока я не решил, да. Суть в том, что жюри, ну, соответственно, наш классный руководитель, он не знает, как доводить решения вот такие до правильного ответа. То есть, если кто-то доведет, то это будет мега круто. Надо куда-нибудь написать. Жюри будет очень благодарна. Ну, соответственно, у меня тоже была стратегия брать 1 делить на очень большое и простое число. У Богдана была такая стратегия. Ну, примерно, наверное, у всех, кого я знаю, была такая стратегия. Вот. Но эта стратегия, что Петя добавляет 1 делить на П, где П очень простое, неизвестно, как доводить до ума. Вот. Следственное решение будет абсолютно другое. Итак. Докажем сначала лемму. Лемма. Число nm делить на n представляется в сумме... Представ... Пред... Представляется... Ага. Суммой... Меньше или равно чем k аликвотных дробей. Дробей вот такого вида... Как ты их назвал? Аликвотные, по-моему. Аликвотные. Аликвотные. Часто или нет. Или египетские. Но аликвотные, это что-то с этим связанное точно. Да, меньше или... Аликвотные, дробей вида 1 на n. Ну короче, дробей вида 1 на t. 1 на t. Да. Конечным числом способов. Числом способов. Вот на самом деле это всё, дальше на самом деле всё очевидно. Но догадаться до этой лемы, ну как бы перебрал все конечные варианты конечных этих самых длинных данных. То есть это уже, ну как бы, то есть вот из этого, ну там, грамотная математика из этой лемы выводит результат уже в уме. Но как догадаться до этой лемы, доказать ее даже не очень сложно, но как до нее можно догадаться? Вот. Я не знаю. Я х, я х. Да. Да, икс. Окей. Ну давайте докажем по индукции. Посмотрим, во-первых, естественно, давайте возьмем какой-нибудь набор и возьмем максимальную дробь в нем. То есть вот максимальная дробь имеется в виду... С минимальным знаменателем, да? Давайте упорядочим дроби в наборе, то есть у нас будет 1 делить на х, 1 делить на х, 2 и так далее, 1 делить на х, ПТ, П меньше или равно чем К. Вот. И сделаем так, чтобы этот набор был убывающим. Ну, окей, не возрастающим. Вот именно этих, а не знаменателей. Да, а знаменатели, соответственно, не убывающими. Да. Вот. Это значит, что 1 делить на х – это максимальное число среди них. Да, х. Максимальное число среди... Да. ... них. Вот. Теперь, заметим, что если 1 делить на х меньше, чем m делить на n умножить на k, ну то есть, если оно меньше, чем n делить на nk, тогда, даже если мы возьмем его k раз, у нас все равно получится дробь меньше, чем m делить на n. Да, да. То есть, мы не наберем. Значит, нам нужно рассматривать только такие х1, что х1 меньше, чем nk. Вот. Их конечное число. Да. А теперь возьмем все такие числа, все такие х1, и вычтем из этой дроби 1 делить на х1. И теперь по индукции у нас получилось... Это просто гениально. Да. У нас получилось k различных, ну или не различных... Сейчас nk, да? Меньше и равно чем k. Вот k. Разли... Да, nk. nk, да, вот это же первое. Короче, конечное число. Конечное число. Различных дробей. А что из этого следует? Каждую из этих... нам нужно набрать каждую из вот этих разностей. mn минус 1 делить на х1, mn минус 1 делить на х2. Но это не то х2 отсюда, а вот таких. Да, и набрать уже за k минус 1 шагов или меньше. Да. То есть нам нужно набирать дроби вида mn минус вот это число 1 делить на t. Соответственно, за k минус 1 шаг. Но по индукции это число конечно. И у нас тут вот таких дробей конечно, поэтому и всего будет конечное число. Вот. Блин. Хорошо. Такая супер индукция, потому что растет оно безумно. Да. То есть это вообще полная жесть. То есть самое большое число должно быть ограничено некоторой величиной. Из этого следует, что знаменатель в нем имеет конечное количество вариантов. Да. И для каждого варианта конечное по индукции конечное количество наборов. Вот. И значит и всего тоже конечное количество наборов. Вот. Лема доказано. Ну естественно я базу не сказал, но база очевидная. То есть мы берем одной дробью хотим представить. Очевидно число кроме нуля можно представить только дробью ей самой. А ноль это только 1 делить на 1. Потому что иначе у нас будет уже не ноль как бы по модулю 1 можно сказать. Кроме нуля. Сейчас. Ну если мы хотим набрать ноль, то нам подходит только дробь 1 делить на 1. Ну мы все делаем по модулю как бы 1. А ну в смысле да, что целое. Да. Мы делаем как бы, мы берем не целую часть у числа. А. Дробная часть. То есть. Нет. Даже не m на n получается, что фактически можно брать. Сейчас. То есть точная лема немножко другая. Что. Более сильная даже. Да. Что m делить на n и все числа, которые отличаются от него на целое. Представляется сумма меньше вернука дробей вот такого вида. Конечно, что способна. Ну. Или достаточно вот этой. Ну это и достаточно. А это достаточно. Да. И соответственно, что мы теперь можем сделать. Давайте посмотрим на нашу дробь, которая сейчас написана на доске. Вот. Не на дробь, а на сумму всех дробей, которые написаны на доске. База это просто, что данная дробь либо равна 1,9 на l, либо не равна. Тогда 0 или один способ. Да. Да. Так. Естественно. Пусть x это сумма всего написанного до моего следующего хода. Ну x уже было. Давайте пусть будет W. W, да. Пусть W это сумма до хода Васи. Ну или, короче, до хода вот этого первого человека. До хода того, кто борется. Первого человека. Который ходит одной дроби. Угу. Теперь. Ну, во-первых, оно не целое. Ну, во-вторых, мы можем взять его по модулю 1. Ну да. Ну или не брать. Вот. Ну, короче, оно не целое. Потому что иначе мы уже проиграли. Ну да. А мы хотим доказать, что мы не проиграем. То есть первый человек не проиграет. Да. Теперь. То есть пусть мы не проиграли до некоторого шага. Да. И пусть в этот момент на доске написано число V. Так. Тогда давайте посмотрим. Вот тут у нас полагается V. И пусть у Васи в этот момент K дробей. Вот. Давайте отметим все целые числа, которые находятся на расстоянии не больше, чем K от нашей. Ну да. Вот они. Соответственно, во все остальные числа он прийти не может. В принципе. Ну, потому что он прибавляет максимум 1 делить на 1. То есть он придет не больше, чем V плюс K. Вот. Тогда этих чисел, соответственно, их конечно число и их K штук. И теперь давайте, соответственно, посчитаем разности от V до всех этих чисел. Да. Вот. Каждая эта разность, это, соответственно, какое-то вот такое число. Дробь. И конечное число этих разностей. А теперь мы знаем, что K из этих разностей представляется конечным числом способов. Да. И что из этого следует? Из этого следует, что во всех возможных способах попасть из V в какое-то целое число, не больше, чем за K шагов, но за K шагов, у нас конечное число дробей участвует. Всего. Конечное число. Конечное число наборов длины не больше K, следовательно, не больше, чем, все равно конечное. То есть существует такая дробь вида 1 делить на R, что она не входит ни в один из вот этих наборов. То есть если мы прибавим к V эту дробь 1 делить на R, то что у нас получится? У нас получится, что ни в одном способе получить из V какое-то целое число, не больше, чем за K шагов, эта дробь не присутствует. Но тогда получить из вот этого числа какое-то целое число, не больше, чем за K минус 1 шаг, ну тут можно поставить K плюс 1. Ну да, там K плюс 1 было. Невозможно. И значит, Петя как бы все. Все выглядел. Ну какую работу он совершил? Это на уровне 10 он должен совершить уже какие-то страшные экспоненты. Да. Петя? Да. Ну правда, Вася тоже. Высчитать, да. Вася тоже. Ну и Вася. Вот, и, короче, нет, я это не придумал, конечно же, я думал про 1 делить на F, на самом деле. Ну жутко интересно, можно ли добиться тематическим способом? Мне кажется, все-таки можно, но я не знаю, как вообще. Я верю в два-адическую норму. Соответственно, ну да, мои одноклассники тоже про 1 делить на F думали. Вот это нам, соответственно, классный руководитель рассказать, я не знаю, как такое придумать. Никто не знает. Никто не знает, да. Ну, наш классный руководитель знает, окей. Ну, сколько я понял, задача не его, но он её решил просто. А он это придумал, да? Нет, как раз задачу не он придумал. Нет, а решение. Решение как раз он придумал, да. Блин. Там составители турбора просто решают задачу друг друга. Да. И решают, давать или нет. Ну да. Нет, ну это монстроидально. Вот, это очень красиво. Это монстроидально и очень красиво. И это очень... Вау. Ну что, друзья. Вот такой был турбор. Вот так. Спасибо, Вишенька. Седьмую задачу помню условия говорить. Давайте. Условия? Ну, знаешь, расскажи. Пусть. Да, давайте. Условия последней задачи. Условия последней задачи мы сейчас вам сообщим, да. Но разбирать мы её не будем. Разбирать мы её не будем, потому что мы не знаем. Да. В порядке бонуса, так сказать. Условия самой страшной задачи вообще. Ну, на самом деле, мне кажется, шестая с ней поспорится. Может быть, да. Просто в эту въехать, блин, тысяча лет въехать. Значит, задача номер семь, которую мы не будем разбирать, но скажем условие. Дана вот такая... Дан вот такой вот прямоугольник. Тысяча. На n. Где n больше равно, чем 2020. Вот так, внезапно 2020. Вот. Дана фигура, которая стоит вот в этом левом верхнем углу. Называется Козлопотам. Козлопотам, да. Козлопотам. Ну, пусть будет. Вот. А тут стоят слоны. Вот в этих углах стоят слоны. Да. У вас слона и Козлопотам. Вот. Соответственно, слоны бьют все клетки на вот этих диагоналях. Да. Козлопотам. Теперь вот эта фигура, точка, она может ходить либо за один ход на соседнюю по стороне, либо ходом коня. Вот. То есть, она либо ходит вот такой буквой Г куда-нибудь, либо она может сходить вот в одну из вот этих клеток. И теперь, внимание, надо доказать, что число путей из вот этой клетки, вот в эту, в которой каждая клетка посещена ровно один раз. Кроме запрещенных. Кроме запрещенных. Да. То есть, на клетке под плором слонов нельзя ходить. Вот. Вот такое. Вот такие пути, в которых каждая клетка посещена ровно один раз. Их число не зависит от N. То есть, это число константа. Ну, для N больше равно... Мировая константа. Да. Взял тысячу на десять тысяч, взял тысячу на сто тысяч. Вот. Это число путей константа. Не зависит от того. Одно и то же. Вот. Вот такая задача. Как решать? Вы решите. Да. Это жесть полная. Ну, да. Это полная жесть. И тут, как бы, единственное, что сразу бросается в глаза, да, что, как бы, вот эти два треугольника, они совершенно одинаковые. И только вот эта площадь между ними. То есть, там какие-то, наверное, симметрии внутри неё. Ну, это я так, это... Я не знаю, что делать. Ну, ладно. Вот. На этом всё. Маткульт, привет! Ну, на những brackсере это вид profец. Продолжение следует... Мол.